Очередная смерть от ботулизма и очередная констатация. Лечить таких пациентов у нас нечем. Проблема тянется уже годами. Когда ее наконец решат и кто должен отвечать за то, что люди гибнут из-за отсутствия в Украине элементарного препарата? Разбиралась любовь кукла. Смертельный яд, который запросто можно купить на рынке. Ботлотоксин – это самый мощный яд, который существует, биологический яд в природе. Или приготовить на своей кухне. Я помню, что я зил, почти отзил. Это Андрей Штаюра. Прошлое лето он не забудет, наверное, никогда. Мужчина едва не умер из-за обычной домашней тушенки. Я маму все, у нас все, 2% донорожития. Когда у Андрея диагностировали ботулизм, врачи просто развели руками, ведь сыворотки в стране не было. Спасали родные. Они лихорадочно искали лекарства. Ведь счет шел на часы. Вы разумеете, что у нас вакцины выпускают в нас, в коллеги Немсоюзе выпускают 2 державы? Руссия и Белоруссия. То звезды довелось и доставать? Так. Доставали звездами. По каналу и доставали звездами. Андрею несказанно повезло. Лекарства доставили вовремя. И он выжил. Хотя летом 17-го в Украине от ботулизма, спасение от которого – это копеечная сыроватка. Умерли 10 человек. На этой неделе тоже зафиксировали смерть. Погибла женщина в Киеве. Это произошло в воскресенье 27-го числа. К нам в Александровскую клиническую больницу, в первое инфекционное отделение, в 14-20, карета скорой помощи доставила пациентку, киевлянку, с клиникой, развернутой клинической картиной ботулизма. Очень тяжелого. Ли оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли. Ведь не было главного – противоядия. И вечером женщина умерла. Она отравилась вяленой рыбой своего же приготовления. Наша пациентка употребляла именно икру, содержимое кишечника, вот эти вещи, которые чаще всего содержат больше всего токсина. Только с начала этого года ботулизм в Украине диагностировали почти у 30 человек. Двух спасти не удалось. Не прекращается поток больных периодически. Вот, например, сообщение позавчера в Кременчуге целых три человека заболело ботулизмом. Поэтому это заболевание есть и будет, и никуда оно не денется. И во всех странах оно есть. Ботулизм – болезнь без цвета и запаха. Но со вкусом. Вяленые рыбы, тушенки, консервы или даже маринованных грибов. Распознать опасный продукт на глаз невозможно. Ботулотоксин не выдает ничто. Заразишься или нет – вопрос, скорее, везением. Но пока гастрономические привычки украинцев изменить сложно, а и при этом лечить ботулизм в стране нечем. В городе Киеве, на Украине, вакцин против ботулизма нет. Они не пришли регистрацию. Их нет ни в лечебных учреждениях, ни в аптеках города Киева. Ивана Франковск, инфекционка. Последний раз сыворотку от ботулизма здесь получали два года назад. К счастью, за это время ботулизмом заболели всего два человека. Выжить без сыворотки им вряд ли бы удалось. Министерство сыворотки не дало, потому что на территории Украины министерства сыворотки не было. Поэтому у нас была резервная остальная, а дозу мы ее использовали. И такая ситуация по всей стране уже 4 года. Все потому, что раньше препарат покупали в России. Но после 14-го прекратили, а альтернативу не нашли. Хотя производство сыворотки от ботулизма достаточно недорогое. Ее добывают из крови лошадей. Подобное производство существует во многих странах, но обеспечивает внутренний рынок. Проблемы вроде бы решают. На днях сыворотка наконец прошла регистрацию и уже появилась в перечне разрешенных медпрепаратов. Сейчас ситуация выравнивалась с самое важное, что было, что в Украине просто не зарегистрировано. Раз его не зарегистрировано, а вот не позволило завозить. Если кто-то завез, а мы начинаем ее как лекаря увозить, это порушение законодавства. Сыворотка от ботулизма, как обещают в Минздраве, появится только до конца лета. Но что делать тем, кто заболеет не вовремя? По всей видимости, придется спасаться по уже известному рецепту. Быстро, всеми правдами и неправдами, и за большие деньги доставать вакцину за границей. Любовь Кукла, Сергей Килимник, Галина Якушко, Жанна Тучак, Оксана Алексеева, Александр Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует...